Привет, друзья! Своими руками можно делать не только украшения или какие-то вещи для интерьера, а еще просто прикольные штучки. И сегодня меня будет учить Соня, это моя племянница фантастической штуки, которая называется «Космос в банке». Что нам для этого надо? Для этого нам понадобится вода, вата, кисточки, глицерин, блесточки, краски и... И куда мы это все поместим? Мы это поместим в банки. Отлично! Итак, тебе какую банку? Большую или маленькую? Давай такую. А у меня будет большая. Хорошо. А я хотела предложить поэкспериментировать и попробовать сделать не только «Космос в банке», а, к примеру, небо с облаками. Я попробую. Конечно. Давай, что делать? Так, берем вату. А мне ватки можно немножко? Вот, возьми. Берешь ваток. И туда помещаем. Вот палочку бери. Банка большая, я могу даже рукой туда поместить. Ну да. А если баночка маленькая или бутылка, то можно помогать палочкой. Итак, мы берем воду и наливаем ее в бутылку, так, чтобы вата была, скажем так, всякак, затоплена водой. Утопить вату. Да. Ну я смотрю, что мы наполнили банку на одну треть, да? Не полностью мы сразу наполняем, будем по частям. Да. Передай ко мне водички. Спасибо. И я тоже наливаю. Мы налили воду, что дальше? Дальше мы берем глицерин и выливаем. Но не полностью. Чуть-чуть? Да. Добавляем глицерин. Глицерин мы покупаем в аптеке. А есть, кстати, глицерин еще в мыловарных магазинах и в магазинах для косметологов. Стоит 3 гривны вот такая баночка. Так, чуть-чуть помешали, да? Отлично, отлично. Ну давай, давай, я уже хочу краску добавлять. Так, можно брать гуашь или пищевой краситель. Теперь берем палитры. Да. И кисточки. Да. Так, перед тем, как добавлять краску в воду, нам надо немножко ее развести, правильно? Да. Но так как я хочу небо, то я буду брать все оттенки голубого, белого, синего, немножко фиолетового. Мы берем и... Так как облака и космос у нас неоднородные, то, соответственно, и краску мы добавляем по-разному, чтобы она расходилась с градиентом. Я добавляю синюю краску и уголок. Так у нас начало одинаковое, с синей краски. Да. А я сейчас еще поэкспериментирую фиолетового немножко добавлю. Небеса, они такие, разнообразные. Для краски мы добавляем блестки. Да я уже беру, я беру бирюзовое. Хорошо? Да. Вот немножко вот. Мы посыпаем сверху и потом немножко размешиваем, да, я тебе тоже беру это супер. Спасибо. Блестки добавляем. Так, теперь мы берем второй свой ваты. Угу. Есть. Я наполняю. И сделаем такими ярусами, да, этапами сначала. Один слой, потом второй слой. Но уже выходит очень интересно. Это же прикольно разглядывать, насколько там блестки меняются. Да, и похоже у тебя и правда похоже на небо. Хм, у меня небо. Так. И потом снова вода, да? Да. Так, не забываем, бортя, добавлять глицерин. Мне тоже очень понравится. Угу. Держи, тебе воды. Спасибо. Слушай. Вообще крутотень. Давай. Ну, так как у тебя космос, у тебя немного будет красного. Даже желательно пурпурный, наверное, да, какой-то найти? А я буду делать все еще небо. Голубой, синий. Уже белый красный, наверное, буду использовать. Космическое развлечение. Космическое развлечение. Кстати, это отличный подарок. Кому-нибудь не один номер, я не другой. Угу. В банке должно быть минимум три слоя ваты, и мы должны дойти до самого верха и закрыть крышкой. Ага, отлично. Я теперь тоже закрываю. Только у меня получилось как-то немножко небо наоборот. На самом деле, космос должен быть наверху, а мы можем даже попробовать быстро перевернуть. Хочешь? У меня небо. Слушай, ну так интересно разглядывать. О, у тебя круто получилось. Да? Ну, слушай, с таким учителем. Мне очень понравилось. Это отличное времяпровождение с детьми, особенно летом или на каникулах. Просто интересно это делать, разглядывать. Может, даже поставить потом у себя где-нибудь возле кровати, например. Ну, вообще, интересная очень штука. Небо или галактика прямо у вас в банке. Легко и просто. И мы рассказали вам, как это сделать своими руками. Мы еще много всего интересного хотим вам рассказать, потому подписывайтесь на наш канал и все это узнайте. До встречи!